Друзья, всем огромный привет! Начинаем новый влог. Давно не снимала влоги. Хочу вам показать. У нас сделали асфальтное покрытие и даже поставили лавочку прямо у подъезда. Еще и с мусоркой. Ну, друзья, я лично не знаю, я довольна. У нас бабуля довольна из подъезда. Я смотрю, уже сидит бабушка здесь вчера. Ей нравится. Летом вот здесь цветет прекраснейшие у нас такие белые розочки, как шиповник или что-то такие белые. Пахнут очень вкусненько, приятно. Единственное, что у нас теперь вот здесь положили бордюр, и я теперь не могу заезжать на парковку туда. И целое место, тут и все пустое. Ну, сделали нам парковку вот здесь маленькую. Я туда редко вмещаюсь, либо за домом ставлю машину. Ну, как-то так. Вот здесь тоже все перерыли. Может быть, мы весной потом выйдем с подъездом здесь как-то облагородим. Ну, в общем, как-то так, знаете. Вот так это нам все сделали. Здесь кусок, там кусок. Я лично не понимаю. Моя свекровь, она в этих делах очень хорошо разбирается. Она любит судиться со всякими компаниями. Я немножко не такого характера. У меня более поспокойнее, что ли, я не знаю. Она вот любит прям биться, судиться, ходить по всем этим инстанциям. Говорит, что вот это все должны были убрать они, что раз они расковыряли. Ну, не знаю, друзья. В общем, вот такая теперь у нас тут стоит лавочка. Да, сейчас это выглядит не очень. Летом, когда будут вот цвести все вот эти красивые. У нас тут сирень и рябина у меня под окном. У меня там вот наверху у меня окно. Там у меня кормушечка висит. И я вам потом поближе, может быть, покажу. Вот третий этаж у меня. В общем, кормушечка. Вон она висит у меня, кормушечка. Да, прилетают у меня птички. А вон моя машина стоит. Да, вот видите, сколько тут хлама оставлено. Я не знаю. Они уберут, не уберут. Уберут хорошо. Опять же, вот здесь как-то так вот кусочек. Вот так. В общем. Продолжаем. В общем, влог у меня сегодня будет такой вечер интересный. Купила форель. У меня форель вышла на 1173 рубля. В ней кило 292. Ну, почти кило 300. Но я думаю, сейчас я вот эти хвостики обрежу. Я еще форель, кстати, вот такую ни разу не солила. Она уже потрошенная. Но это еще надо подразморозиться. Размораживать буду так потихонечку. Турецкая форель. Посмотрим, что получится. Если вам интересно. А знаете, интересно, не интересно. А я расскажу. Я буду делать. На килограмм рыбы идет такой, значит, я хочу делать слабосоленую для бутербродиков. Одна столовая ложка сахара и две столовые ложки соли. И все. Я ее оботру. Косточки все повытащу. Шкурку, вот не знаю, буду ли я шкурку срезать. И в контейнер положу. И потом до 36 часов. 12-36 часов. Смотря какой засолки мы хотим получить в итоге форель, друзья. Ну и потом покажу, как это вышло. Пока что. У меня даже в моей контейнере она не уместилась. Вот такая целая миска здоровенная. В общем-то все я теперь сделала большими кусочками. Сейчас накрою фольгой и уберу холодильник. На завтрашний день уж точно. Сегодня-завтра. Ну и потом покажу, как это выглядит. Друзья, ну у меня уже прошло пара дней. Рыба моя посолилась. А вообще сегодня расскажу вам. Мы приехали в Калужское Сарамои. Это Козельский район, деревня Слепцево. Называется Сароварня. Если вам интересно, оставайтесь со мной. У нас будет скоро мастер-класс. Чай наливайте. Как ее наливать? Чай. Бери себе чай наливай. Чего нет? Бараночку дать вам? Да. Кошечка. Кошечка. Сейчас нам принесут сыр. Будем пробовать Козельский или Коровий. И возможно мы даже угадаем. Приза нам, конечно, за это не будет. Но все равно поиграем. Козельского молочка. Дорогие друзья. Я не хочу. Вот это точно Козельский. Вот этот. Да? Вот этот Козельский, да? Вот этот. Я угадала. Ну, чувствуется, да. О, вкусно. А мы еще по куточку сидим. Ой, вкусно все. Буквально с этого начали восстановиться вкусно. Очень вкусно. Берем. Берем? Да. Очень вкусно. Мы точно сейчас купим. Ой, вообще. Шикарно. Ну, типа российский какой-нибудь, да? По мне тоже вкусно. Такой жирненький. Мне вкусно. И, знаешь, не соленый такой. Такой приятненький. Обалденный. Тебе тоже понравился? Это какой? Ну, это как классический, я так поняла. Классический? Классический. Это же как классический, да? Вот обычно типа как российский, да? Классический, да? Да, классический, да. Зависит красота женского от насыщения организма. Они все очень вкусные. Нам все нравится. Да, нам все очень вкусно. Мы уже хотим пойти купить. Сливцовский с пожитником. Да, с пожитником тоже. Не поменьше. Нам все вкусно. Мне нравится. Но они отличаются, они отличаются. А это как фар? Ну, прям чувствуется, что там не магазинный. Да. Да? А это как фарф? Магазины, они все пресные. Они все одинаковые. Какой бы ни возьми. Там маргарин какой-то добавлен. Какой? Сейчас из России. Ой, хорошо как. Мы еще не можем понять. Ну, что-то грибное есть там вообще. Подпахивает чем-то. Наверное, черный трюфель только темат. У нас вот эта ерунда началась после болезни. Так, переболел? Да. Молодец. Ой, какой хороший. Перерабатывали лактар. Камень лактозный. Молодец для молочных. Ну, такой уже, знаешь, с душком таким каким-то. Типа к Моздаму. Ну, еще классно. Да. Прекрасное воскресенье. Ну, ты с сыворотки. Что тебе? Так, а вот там впечатление. Мне нравится. Дети не понимают. А мне вкусно. Я еще съем, раз разрешили. Ну, он как творожный какой-то. Само-собой. Твердый. Пахнет вкусно. Вот этот. С чесночком, что ли, с каким-то? Интересно. Вот. Вот этот остренький с чесночком. Ну, это тоже что-то такое. А этот? Вообще, обалденно. Наконец-то мы с вами дождались жареного сына. Ничего себе. Подожди, Дима. Вот это да. Это ж надо как-то снимать. У нас сейчас будет типа мастер-класс. Вот он с этой стороны или вот с этой? Я, наверное, буду вот с этой, а потом заверну ее. Да. Зареченский. Вот с этой же стороны работают, да? А без разницы. А, без разницы. Это пищевой пергамент. Так, у нас это очень на богатом. И на дорогом. Да. Горячий. Да? Горячий? Что-то очень вкусное. Ну, что-то творожное. Как запеканушка. В общем, сейчас мы будем из этой штучки лепить 4 конфеточки. Нам сказали вот так вот разделить их на 4 части. Сейчас мы будем делать вот такие шарики. Вот, у меня получилось. Нам принесли вот такие штучки. Так, надо пакет испугать. Садим вот, вот такие бомбудульки. Подпуски. Вот. А, ну вот. Чего быть? Надо ждать специальные вот такие красивые. Да. Все тут мешаю. Красивая. Вот так. А, сейчас будем сделать посыпочку. Так, две конфетки мы сюда уже готовили. Угу. Так, две конфетки, да, покажу? У нас здесь какая-то кокосовая стружечка. Сейчас тут мои сделают в полилеги. Так, ладно. Потом я сделаю. Классно? Две, Дима. А потом коробочку еще и дима. Да, я не понимаю. Все, 4 штучки разбили. Сейчас. Сейчас. А это шоколад и шоколад. Ой, как вот такая. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Так, дальше какая-то такая. Конфеточка. Хорошенько. Три конфетки запанировали по вкусу, бежим, бежим. Давай, там шоколад. Так, две, где нам шоколад? Так. Прелесть. Опа. Получились у нас вот такие конфеточки. Ой, не пропустила. Здесь, наверное, надо красиво ее упаковать. А может вам внутрь еще какой-то орешек? Надо покажь? Да. Да. И вот сейчас коробочку. Так красиво сложим. Можно укладывать коробочку, да? Да, мы же надо заставить мусор. Мусор лишь не вытянуть, а теперь. Ага. Ой. Ой, как интересно. Какая красота. Мне даже как-то бумажечка нравится. Век живи, век учитель называется. Не знаю, что по-то. Иван Дамария. Иван Дамария. Ну что, мы тут обмонтировались и сейчас пойдем на экскурсию. Кто потерял бакет? Я. Он, как видите. Вот такой небольшой пакетик. Его достаточно, чтобы сделать 5 тонн молока. 300 килограмм сыра можно сделать. Вот такой маленький пакетик. Вот представьте себе. Какая интересность. Вот какие цены стоят уже сразу. Какая красота. Я не буду сильно лазить, так с краешки посмотрю. Пахнет как хорошо. Обалдеть. Приятно обалдеть. Да, да, да. Появилась немножечко. Наелись из сыров, посмотрели, купила себе. Но по ценам я скажу так. Самый дешевый сыр 1400 рублей за килограмм. Самый дорогой 3800. Но я считаю, она дороговато. И они, кстати, не торговли, где у нас в Ковыжской области. Сказали, возят в Москву, в Питер. Такие магазины дорогие. Частная сыроваренная компания. Такие дела. Иван Дамарин называется. Ну что, мы поедем дальше. У нас дальше Козельска. Я поснимаю. Говариваешь? Котик, ты разговариваешь? Да. Да. Ты наелся сыров по 3800? Конечно. Да. Хорошая песка. Ну и вот мы наконец приехали в саму Вихляндию. Я поснимаю, вам покажу. Очень интересное место. Очень интересное место. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вау, здесь домик Вот такой бабушки, паучьи Телевизор сапфиром Еще одна машинка стоит Такая бабушка Ой, бабушка паучиха Телевизор сапфиром Телевизор сапфиром Телевизор подряд Телевизор 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 Его Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok